Давайте приступать к анимации нашего логотипа. Единственное такое, скажем, предисловие. Я хочу сказать, что при подготовке к этой лекции я, естественно, нашла референсы. Я, естественно, нарисовала себе коротенький сториборд о том, как я буду это все анимировать. Все эти этапы, о которых я говорила на первых лекциях с поиском референсов, технологий, сторибордом, идеей и так далее, все это я не пропустила. Поэтому я вам настоятельно рекомендую не пропускать эти этапы рабочего процесса тоже. Не старайтесь делать просто так, как получится, как выйдет, так и окей. Старайтесь заранее продумывать, заранее опираться на какие-то интересные, классные примеры, которые вам нравятся, которые подходят под вашу задумку. Поэтому, опять же, я их не пропустила, я не пропустила все эти этапы, все это я сделала. Просто сейчас у нас акцент уже на анимацию, поэтому я думаю, что есть больше смысла в том, чтобы показать именно процесс анимации. В предыдущей части лекции мы с вами уже загрузили сюда, в After Effects, наш логотип. Все это дело даже конвертнули. Единственное, что давайте немного разберемся с порядком слоев. Например, пакет я спрячу, перекрашу и спрячу и немного поменяю, скажем так, порядок, потому что мне это будет помогать быстро ориентироваться в своем проекте. Есть, есть, а этот смайлик мы перекрасим какой-нибудь, допустим, желтый. Так, окей, пока скрою. Анимацию я начну с этих параметров. Но прежде чем я начну анимировать, мне нужно поставить ключи для финального положения. То есть у меня логотип будет выглядеть в финалке ролика именно так, именно с такими формами и с таким расположением объектов. Мне это расположение очень нужно зафиксировать и запомнить. Поэтому я, естественно, выберу свои элементики, выберу Position, выберу, допустим, Rotation, проставлю везде ключи и сделаю эти ключи Hold, чтобы у меня анимация не скакала. И поставлю куда-нибудь в конец это все. Вот, таким образом я зафиксировала финальное положение этих объектов. Ну, а теперь я ставлю это все дело где-то так по центру. И формирую ту композицию, которую я себе придумала. Начинается анимация с такого человечка. Естественно, анимация появления. Я заранее проставляю ключи, после чего уже буду делать саму анимацию. У меня все ключи с линейной интерполяцией, чтобы мне было легче сейчас настраивать основное движение. После чего я уже буду прорабатывать, скажем так, детали. Появление человечка этого я сделаю чуть попозже. Сейчас хочу разобраться с основным, скажем так, с основным движением. Что у меня будет вообще происходить в кадре. Я проставила ключи. Я хочу сделать, чтобы мне это все дело как-то так подпрыгнуло. И, скажем так, в воздухе перевернулось. Чтобы у меня была, скажем, дополнительная динамика для этой истории. Есть эта штука тоже у меня перевернется. Так, ну, шарик остался. Так, немножечко нелогично у нас здесь получается. Должна поворачиваться в эту сторону. Значит, тут будет минус 180. Старайтесь следить за логикой, чтобы у вас были удачные, скажем так, касания объектов. Почему именно так, а не иначе. И давайте растянемся от дела во времени. Так, я попробую привязать, посмотрим, что получится в верхние объекты. Не самая удачная идея. Тогда мы сделаем нулевой объект, относительно которого у нас будет происходить, скажем так, вот эти покачивания. Давайте привяжем все наши объектики к нашему нулю. Здесь уберем поворот и добавим его у нуля. Спасибо. Продолжение следует... Так, сейчас не хватает взаимодействия между объектами, следите, чтобы оно, скажем так, было. Общий рассинхрон мы сделаем чуть позже. Но сейчас основные движения выставляются. Так, давайте 2 единицы продлим. И в исходное положение. Можно здесь тоже делать дополнительные нули, чтобы у нас была поровнее здесь анимация. Но движение достаточно быстрое, поэтому, в принципе, нам этого должно хватить. Шарик должен больше у нас выезжать, потому что он очень неустойчивый. Он практически вот еще чуть-чуть и упадет. Так, есть. Давайте немного поработаем с кривыми и будем двигаться дальше, чтобы мы понимали, насколько это удачный вообще прием. Все ли окей или, возможно, нужно что-то переделать. Итак, я начну со второго ключа и сделаю ему такую интерполяцию, да, изи-изи, чтобы он у меня зависал немного в воздухе. Давайте посмотрим. Вообще, я добавила всего лишь, редактирую, точнее всего один ключ, а анимация уже выглядит гораздо лучше. Здесь я оставлю свой линейный ключ. А здесь уже сделаем, давайте, более плавно. Плюс я могу с одной стороны сделать линейно, а с другой стороны сделать, наоборот, добавить эти усы безъем. Давайте посмотрим. Очень резко. По-хорошему, эта арка очень неустойчивый объект, как и шар, да, потому что тоже полусфера, по сути. И ей бы тоже можно было бы сделать побольше, на самом деле, таких колебаний, потому что она все ищет, как уравновеситься, да. Я сейчас сделала только одно, можно их добавить несколько, но ввиду экономии времени, чтобы показать основной, да, рабочий процесс, я сделаю только покачивание всего лишь один раз. По сути, да, туда-сюда один раз. Так, смотрим. Да, в принципе, то, что нужно. Сейчас немного не хватает подготовки под это движение, потому что очень резко они начали как-то, да, разбрасываться. Так, здесь у меня тоже должны быть сглаженные ключи. Проверяем это все, чтобы у меня все совпадало, не было никаких заминок. И на крайних точках должна быть чуть более явная, скажем так, пауза, потому что она немножко зависает. Тот же принцип, как когда у нас объекты в воздухе немного зависают. Давайте сделаем такое более неохотное возвращение их в исходную позицию. Да, и теперь можно немного даже сделать рассинхрон. Давайте попробуем. У меня основное движение поворот здесь, и поворот у меня у нулевого объекта. А все остальные объекты уже крепятся и делают свое движение относительно этого базового поворота. Поэтому я делаю смещение, скажем так, относительно этой точки. Давайте буквально на кадрик каждый последующий. Даже не с первого кадра, а со второго, чтобы у нас там не нарушилось наше взаимодействие. Да, видите, как теперь у нас есть такое запаздывающее, повторяющееся движение. Это как раз-таки один из принципов анимации. Когда один объект, допустим, заканчивает свое движение, это не значит, что все остальные синхронно вместе с ним прекращают двигаться. И из-за этого у нас анимация получается более демичная, более живая. Я проставила следующие ключи, и теперь у меня будет уже анимация, скажем так, подводящая под появление букв нашего лога. Так, я скопирую еще одни эти ключи с помощью дюйка. Не пугайтесь, дюйки я подробнее покажу, когда будем заниматься ригом персонажа. Но у дюйка есть дополнительная классная функция копировать ключи, так как просто Ctrl-C, Ctrl-V на нескольких слоях выделенных не копируются ключи. Надо либо по очереди все копировать, а это долго, либо с помощью скриптов. В частности, дюйк дает возможность. Я выбираю нужные мне ключи, говорю копии, становлюсь в нужное место, где мне нужна, собственно, копия ключей, и говорю пейс, и вот так могу проставлять быстренько ключи. Итак, у меня движение закончилось здесь, и где-то здесь я хочу сделать еще один такой прыжок, наверное, я думаю. Давайте снова все линейно сделаем, чтобы нам было легче редактировать. И здесь делаем небольшой такой наклончик, плюс отскок. Теперь у нас будут разлетаться наши объекты, и с помощью этих объектов у нас будут появляться наши буквы. Так, стоп, у меня вообще не отскочил никуда. Давайте сделаем отскок. Угол мы еще отредактируем, как он у нас будет лететь. А сейчас основное движение. Так, вся конструкция у нас поворачивается, когда мячик приземлился, естественно. Так, у нас там как-то слетает анимация. Так, и мне понадобятся уже здесь мои буквы, чтобы примерно понимать, куда падают мои фигурки. Давайте сделаем их менее прозрачными. Заблокирую, чтобы не тянуть их, да? Так. Мячик у меня будет рисовать букву М. Поэтому сейчас настроим угол. Так, вниз. Я сделала, наверное, вот так. А затем... Сюда она мне прыгнет. Достаточно муторная работа. Здесь просто нужно хорошенечко посидеть, подумать, как у меня будут взаимодействовать мои объекты. Сейчас уже мне нужно, чтобы каждый был... Скажем так, выделялся, да? И я поэтому буду перекрашивать все эти смайлики, все эти элементы этой мордашки, чтобы мне было проще ориентироваться. Так, мячик у нас идет сюда. А эта черточка у нас будет рисовать букву Н, как ни странно. Выставляем такой грубый аниматик. Примерно. Почему примерно? Потому что у нас будет сейчас поворот опять анимироваться, из-за этого у нас все немножко изменится. Это будет самый сложный элемент. Я его оставлю на потом. Сейчас разберусь с тем, что попроще. Так. Вот я поменяла направление. И видите, все... Все у нас преобразилось. Так, какая-то каша получается с этой черточкой. Мне не нравится. Давайте придумаем хороший отскок. Почему у нас будет это все дело, скажем так, проворачиваться? Потому что сейчас шарик у меня падает четко в центр. И из-за этого у нас получается нет никакого перевеса по композиции, нет никакого перевеса по массам. Поэтому все это движение получается неоправданным. Мне нужно сместить, скажем так, центр тяжести относительно всей нашей конструкции. И, следовательно, угол отскока равен у нас углу падения примерно. Выставляю. Вот. Теперь будет гораздо логичнее. Даже давайте, наверное, на самый край, чтобы прям вообще отскочило все оправдано. По арке. Арку мы тоже с вами отредактируем. И если у нас идет удар в эту сторону, наклоняется все влево, то эта штука может даже перевернуться вот один полноценный раз. Давайте довернем. Итак, отскок. И есть. Что плохо? Плохо сейчас получается у нас вот этот поворот. Он выглядит сейчас супер неестественно. Да? Я имею в виду у нуля. Возможно, нам его просто нужно, скажем так, пораньше закончить. Либо же, либо же создадим новый нулевой объект и просто заанимируем отдельно эту, скажем так, дугу. Да. Видите? Вот нехорошо оно как бы меняет траекторию из-за того, что идет привязка к нулевому объекту. Что если я вообще сейчас уберу эту анимацию? Мне нужно только одну эту штучку наклонить. Я переименую любой объект. Сдублирую его. Даже, наверное, не... Не сдублирую, а возможно проверну только... Эту дугу, давайте ее провернем. Да. Будет то, что нам нужно. Делаем rotation. Нет, так тоже не пойдет. Нет, так тоже не пойдет. Да. В чем проблема? У нас вот такая некрасивая получается траектория. Да. Теперь гораздо лучше. Если мы подредактируем с вами кривые, то будет вообще класс. Следите за тем, чтобы у вас не просто улетал объект куда-то, а чтобы он обоснованно летел. Да. То есть у меня был необоснован вот тот зигзаг. Мне нужно было бы все это дело выравнивать, чтобы у меня был одинаковый везде угол. Так, рано это все поворачивается у нас. Поворот у нас только когда касается шарик, правильно? Надик здесь. Спасибо. 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 Так, ни в ту сторону. Да, теперь гораздо логичнее, потому что у нас эта черточка выходит из такого положения, из горизонтального, а затем она не совсем логично становится в вертикальное положение, поэтому мы из нее появим нашу букву N. Так, что у меня здесь? Здесь, опять же, не очень логичный зигзаг. И я бы сделала более экстремальный прыжок, потому что не хватает немного, скажем так, веса. Спасибо. 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 Так, давайте немного подкорректируем наши кривые. Значит, в воздухе зависает у нас шарик, естественно, побольше, потом резко падает и опять же таки все немного зависает в воздухе. Так, супер резко, чуть сгладим. И я предлагаю сделать такой, скажем так, прием, чтобы отвязать нам от основного все-таки нашего нулевого объекта нашу анимацию. Давайте, кстати, ее сгладим. Да, я дублирую вот эти два слоя шарик и нашу черточку. Ctrl D дублирую слои, положу их поверх наших оригинальных и на моменте отскока, да, вот на этом моменте я их обрежу. Обрежу и отвяжу от нуля. Давайте смотреть. Да, то, что нужно. Таким образом у нас пропадает это нехорошее дребезжание в анимации из-за того, что у нас крутится нулевой объект, к которому привязаны эти наши, да, глазик и второй глазик смайлика. И у нас получаются чистые, ровные, классные линии. Вот гораздо чище, видите, да? Давайте тут довернем. Немного съехал. 180. Вот теперь все у нас ровненько. Как-то так. Сейчас решим, как будем все дело дальше анимировать. Давайте отскок тоже прочистим. Так, и в этот момент у нас должны уже появляться буквы. Но прежде чем мы перейдем к буквам, я хочу также разобраться с этой дубой, потому что она не может у нас остаться просто здесь так стоять. Она у нас тоже должна быть анимирована. Она у меня тоже будет подскакивать, только, естественно, ниже, чем шарик и наша черточка, потому что она, естественно, визуально тяжелее. Плюс я здесь дорисую шейп, вот у меня уже готов шейп, и заанимирую ему паз, да? Здесь у меня практически нет шейпа, и здесь он у меня вот так вытягивается. По толщине этой самой дуги. Давайте чуток подставим, чтобы было ровно посередине буквы I. Есть. Посмотрим, что у нас получается. Шейп я, естественно, потом перекрашу в белый. Сейчас отредактирую ему толщину, но основной посыл у нас будет такой. И пока верхняя черточка будет падать, у нас будет исчезать эта дуга. Дугу, я думаю, спрячу. Спрячу я ее просто с помощью маски. Открываю маску, инвертирую ее. И вот пока все это дело падает, я маску заанимирую. Следим за промежуточными состояниями маски, потому что могут быть некоторые некрасивые моменты. Так, следующий ключ у нас уже будет здесь. Будет здесь и полностью закрывает наш объект. Так, отлично. Осталось подставить под нужный нам тайминг. Так, чуть быстрее. Кроме того, здесь я буду делать, скажем так, небольшое остаточное колебание. И в этом моменте я добавлю толщины. Теперь ровненько есть. И давайте откроем наш строк и добавим немножко толщины. Вот она. Вот на процессе сжатия у нас будет меняться толщина. Так, еще паз отредактирую, потому что здесь у меня будет... Будет еще соединяться этот хвостик с основным, да? Давайте посмотрим, что у нас получается. Так, у меня здесь не стоял ключ, поэтому надо это исправлять. Вот, отлично. У нас появился исквошен стретч и заодно мы изменили форму. Мы сейчас уже практически заанимировали нашу букву I. Можем поменять на белый цвет. Здесь есть небольшие косячки, мы можем их подправить. Можем, в принципе, особо и не париться, потому что, если мы, допустим, включим тот же Motion Blur, то у нас появится здесь небольшая такая неприятная история. Можем просто подтянуть, например. Вот. И тогда это все дело более сгладится. Плюс у нас здесь достаточно такая яркая динамика, сильная динамика, точнее. И можем все дело сильно не подчищать. Но лучше его во имя тренировки. Естественно, лучше всего все это дело еще и подправить, подчистить, подставить поровнее. Так, у меня здесь где-то маска. Нет, извините меня. Да. Так. Значительно лучше. Я пока отключу Motion Blur. Суть у нас где-то такая. Давайте глянем, что в общем у нас вышло. Так, ну, я думаю, следующий этап у нас будет попроще. Мы сделаем буквы полегче. Можем, кстати, продолжить махинацию с дугой и сделать и букву I, следующую тоже. С помощью дуги. Так. Немножко толщину. Которая нам нужна. Я бы нарисовала, наверное, все-таки новый шейф. Дугу нужно рисовать очень аккуратно. Здесь, чтобы она была максимально приятной, скажем так, для глаза. Так что с дугами вообще нужно, нужно очень деликатно работать. Я добавила новый шейф. 27 толщина, чтобы у нас все совпадало. И здесь вот немного у нас есть такой косячок. Стыки тоже нужно редактировать очень деликатно. И добавим, естественно, тримпаз. Вот он нам здесь отлично пригодится. Сделаем такую прорисовку. Занимируем и старт, и энд. Чтобы у нас как бы дуга прорисовалась, но не полностью. Вот до этой высоты. Смотрим, что по таймингу. То есть у нас эта буква Ай выстреливает. И таким образом еще и продолжает рисовать вторую. Кроме того, я бы добавила еще остаточное колебание на первую. Чтобы у нас она как бы разорвалась с этой дугой. И это выглядело более обоснованно. Так, сейчас я помещу это все дело рядышком. Я заанимирую еще раз здесь параметр паз. И можно тоже заанимируя здесь немного параметр толщины обводки. Это не красиво висит в воздухе совершенно. Нам это не подходит. Давайте изменять тайминг. Очень резко это все происходит. Слишком сильно. Буквально давайте капельки. Давайте разберемся с буквой Н. Я обещала показать Liquid Motion. Я думаю, как раз здесь он будет достаточно уместен. Что я хочу сделать? Я хочу, чтобы у меня эта плашечка, которая плюхнулась, скажем так, на пол. Я хочу, чтобы из нее так, как будто воск или около того, появилась буква Н. Поэтому, где моя буква Н, вот она. Я ее перетащу наверх, чтобы мне было удобнее работать рядом с ректанглом. Когда у меня падает на пол ректангл этот, я дополнительно заанимирую ему еще паз, чтобы он у меня как бы расплылся. Вот у меня мой паз, и я его заанимирую. Как-то так. И еще заанимирую паз у буквы Н. Вот он. У меня стоят ключи. И начну делать ему анимацию появления. А если просто оставлять вот такую форму без ничего, без каких-то дополнительных потом косметических моментов, то это ужасная форма. Поэтому имейте в виду. Но мы будем это все дело потом еще блюрить и редактировать. Поэтому нам, в принципе, сейчас не так это важно. Какую-то примерно приличную форму давайте сделаем. Что-то около того. И теперь этот ректангл и эту букву Н нам нужно будет поместить в Pre-Compose. Сейчас еще завершу немного редактирования. Давайте, наверное, просто так вот немножко сплющу. Есть. А теперь помещаем Pre-Compose. Выделяю ректангл и букву Н. И нажимаю Ctrl-Shift-C. Вот у меня Pre-Compose. Говорю N Pre-Comp. И у меня все становится как было по времени. Все остается как было, но уже в Pre-Compose. Давайте пойдем в наш Pre-Compose. И здесь мы с вами создадим новый слой. Нам нужен Adjustment Layer, чтобы мы сюда накинули наши эффекты. В параметрах, вернее, в окошке эффектов набираю Fast Blur. Вот у меня он выпадает. И все это дело Blurry. Есть. Теперь нам нужен эффект кривых. Curves. Они редактируют контраст и так далее. Нам нужен режим Alpha. Так что обязательно выбираем режим Alpha, чтобы редактировать именно вот эти края, а не контраст. И теперь я делаю это все более резким. Смотрите, чтобы было не супер ужасно резко. Чтобы не было вот таких вот резких диких краев. Немножечко так. Чуть-чуть. И у нас с вами получается такой Liquid Motion. Только я включу наш слой, наш Adjustment Layer только во время приземления. То есть у нас все остальное время наш ректангл будет с ровными краями. Но когда он приземлится, он у нас станет такой, не знаю, плюшечкой что ли. И здесь мне нужно хорошенько поработать с, скажем так, таймингом и побольше добавить искажения. Чтобы он, знаете, так шмякнулся классно на пол, наш ректангл. Давайте еще. С зажатым контролом могу редактировать сразу два края одновременно. И когда это все дело сжимается, он должен у нас обязательно в конце, у нас появляется буква N. Правильно? Да, вот так. Вот, вообще отлично. Давайте еще сделаем букву N. Немножечко подинамичнее. Слишком она долго выползает. Вот, собственно говоря, и весь, на самом деле, вся, скажем так, фишка с Liquid Motion. Это удачная комбинация двух эффектов, да? Блюра и затем редактирование кривых, но обязательно в режиме альфа, чтобы вы редактировали непосредственно края. Так, надо теперь выйти как-то из этой всей истории. Давайте, кстати, знаете, добавим немножко скоса здесь. Можно на самом деле добавить еще каких-нибудь капелек, каких-то дополнительных элементов. То есть, просто все кладем под наш Adjustment Layer и будет у нас наш Liquid Motion. Работаем с кривыми. Не забывайте работать с кривыми. Если вы с ними не работаете, у вас будет анимация такая, как у меня получалась в самом начале. То есть, очень топорная, очень динамичная. Да, еще чуть больше сожму. Давайте убирать этот низ, он нам больше не пригодится. Например, как-то так. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Можем чуть попозже. И я бы, знаете, что сделала? Я бы сделала в одну сторону, чтобы собирался ректангл. И во вторую, чтобы у нас была такая, скажем так, симметрия. Так, не удаляем. В эту сторону. Чтобы у нас с обеих сторон происходила деформация, давайте более плавно. Потому что все-таки у нас такая а-ля жидкость, а-ля какая-то вязкая субстанция. Да, по-моему, отлично. Плюс, пока это все дело происходит, мы можем с вами и убрать постепенно эту, скажем так, этот эффект. Давайте заанимируем наш блюр и поставим здесь ноль. И подрежем наши края. Все это дело сместим. И сделаем склажинную анимацию. Так, смотрим. Рисковато. Находим какой-нибудь оптимальный вариант. Давайте посмотрим, как это смотрится вообще в контексте всей нашей анимации. По-моему, отлично. Да, сейчас есть такое небольшое ощущение, что анимация буквы N немного выделяется из общего контекста. Это 100% так. Вы стараетесь все-таки более, скажем так, в едином стиле оформлять вашу работу. Но так как мне нужно как можно больше возможностей и параметров вам показать, то я, естественно, буду миксовать все дело здесь. Ну что ж, по-моему, выглядит отлично. Я буду делать еще букву M, а букву S и O мы уже немножко сэкономим наше время. И сделаем гораздо проще, потому что довольно длительный и без того, скажем так, немкий туториал получается. Поэтому, чтобы сильно не усложнять жизнь. Так, что у нас по букве M? Буква M у нас должна прорисовываться нашим шариком. Такая у меня была идея. Так. Поэтому я нарисую шейп. Стараюсь рисовать посередине, скажем так, основной формы буквы M. Назову это M-MASK. И оттащу свою букву сюда. Так, есть. А теперь мне нужно дорисовать, скажем так, анимацию моему шарику. Он у меня будет. Рисовать букву M. Давайте посередине. Так, и в это же время, синхронно с его подъемом, у меня будет рисоваться маска. Я думаю, вы догадались, что рисоваться маска будет с помощью trim pass. Давайте все изонируем. Так, и я еще, наверное, сделаю такой небольшой скилл своему шарику, чтобы он у меня постепенно, скажем так, уходил в этот шейп, да, по форме. Так, где-то здесь я его обрежу немного под скейлю и включу скругление своей обводки для маски. Давайте включаю round, есть. И смотрим, что получается. Так, маска заанимирована. Нам осталось ее только применить. Давайте попробуем применить ее с помощью эффекта. Выбираем эффект set made. Применяем относительно нашей основной буквы и выбираем в качестве маски M mask. Вот, отлично, все применилось. Только включим прозрачность на максимум. Так, у нас есть небольшие баги, давайте их исправим. Например, вот здесь не до конца у нас прорисовывается. И у нас обводка слишком тонкая. Давайте сделаем ее потолще. Так. Так. так отлично в принципе у нас все готово давайте только сделаем более плавную анимацию в конце давайте наверное вообще уберу я здесь этот шарик довольно быстрое движение поэтому можно заменить практически без каких-либо переходов наш с вами шарик на обводку что плохо плохо вот это очень плохо такие края у нас быть с вами не должны это баг выглядит он скажем прямо не очень и нам нужно естественно это все подчистить как нам это все дело почистить на придется скажем так нарисовать маску для маски чтобы у нас было все очень аккуратненько и если мы будем с вами это делать то режим set matte set made я привыкла мата говорить я догадываюсь что это неправильно но тем не менее нам не совсем подходит нам нужно будет воспользоваться другим параметром поэтому я отключила этот эффект и сейчас просто выберу трек маски вот я его выбрала и у меня появилась появилась собственно говоря все так как и было да все стало как как и прежде просто с помощью другого эффекта так отключу мощный блюр и давайте немного почистим чтобы у нас не было вот таких некрасивых заскоков я на нашей маски рисую маску я понимаю что это звучит немного скажем так странновато но тем не менее помните в самом начале я говорила о том что у нас есть два режима рисовать шейпы или рисовать маски вот собственно он нам и пригодился ставлю ключ на маска пас где-нибудь здесь и следующий можно было бы конечно немножечко не так сильно заморачиваться но я хочу чтобы вас работы получились максимально скажем так чистыми максимально аккуратными поэтому мы будем много так скажем заморачиваться да вот собственно и все по сути и все что нам требовалось можем попробовать здесь чуть не совсем нравится здесь такая резкая скажем история давайте здесь оставим так а здесь еще немного подвинем ну да так посмотрим да в принципе то что нам нужно так предлагаю скрыть буквы ай потому что мы их уже сделали чтобы они нас не сбивали и посмотреть что выходит у нас в этом она отлично много всяких инструментов мы попробовали и нам останется сделать только с и о давайте сделаем не самую сложную анимацию здесь ну и заодно потренируемся не только с шейпами но и с 3d слоями я полагаю что здесь она будет не самая местная но тем не менее чтобы не затягивайте побольше инструментов по по классе да и использовать своей работе значит я делал все это дело 3d слоями говорю rotation так не нужно по иксу так по иксу у меня будет 90 затем 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 минус 25 до сделан небольшое колебание 10 и допустим 0 все это дело сгладим и в момент когда у нас все падает да как будто выталкивает мы сделаем с вами анимацию букв с и он с небольшим рассинхронным то есть одно за другим до так есть а я еще сделаю нам фон включу для начала пакет сделаю фон красный достаточно яркий фон сейчас solid красный пг и заанимирую появление этого фона я хочу сделать такую инверсию скажем так поэтому нужно будет здесь заанимировать прозрачность и в этой инверсии у меня будет появляться мой пакет и смайлики смайлик точнее в конце которой я близко рандомно ставлю несколько ключей да все это у меня будет на холде и пакет подставляю то есть когда у меня появляется белый фон у меня появляется непосредственно и сам этот пакетик давайте смотреть а а и 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 color и сделаю белое красным меня здесь режим есть сдублирую собственно анимацию только поменяем местами да отлично то что я и хотела я еще заанимирую немного пакет попробуем с кейлом да по-моему отлично ну может не так не так сильно потому что прям с тем чуть-чуть нужно подобрать хороший тайминг здесь отлично подошел бы какой-нибудь классный саунд дизайн но так как мы с вами изучаем анимацию то пока без сам дизайна возможно войти не на холде попробуем на холде лучше так что раз вышло и в этих моментах я буду появлять наши мордочки у нас с вами где-то здесь здесь вот здесь лежат эти мордашки давайте их скопируем я решила впоследствии отказаться от идеи с холдом но принципе она все еще актуальна все еще рабочая поэтому это окей запомнить скажем так финальное положение жения ваших элементов просто сейчас на данный момент это было бы не так эффективно скажем так итак вот здесь на этом моменте у меня должны появиться мордашки так здесь допустим я получаю не хочу так финалка так смотрим мы тоже можем сделать небольшой скейл например совсем чуть-чуть давайте посмотрим так вот вот Я, наверное, только у последнего элемента уберу анимацию скейла. Потому что она слишком перекликается с пакетом. Да, так гораздо лучше. Мы можем с вами, чтобы у нас не было такого одинокого эффекта в конце, да, с прозрачностью этой. Мы можем с вами сделать переключение, не прозрачностью, а красно-белой инверсии. Можем с вами, естественно, сделать переключение гораздо раньше. Давайте сделаем. Так, ну, естественно, здесь холд везде. Только именно в момент удара. Это важно. Подставляем под удары, да. Так, очень много всего. Давайте чуть убавим. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, здесь не совсем, скажем так, возможно, уместен тот же Liquid Motion, опять же таки. Но моя цель была показать вам как можно больше примеров, как можно больше вариаций, скажем так, техник, что можно анимировать, как это можно все увязывать, как работать с масками, как настраивать тот же Liquid Motion, как работать с трехмерными слоями. Подробнее о них мы будем говорить уже на следующей, скажем так, лекции. Продолжение следует... Так что, да, все это... Все это возможно, поэтому, скажем так, любые начинания приветствуются. Получилась достаточно емкая лекция, достаточно объемный такой материал. Постаралась дать максимально много всего, возможно, немного передоз, но думаю, все-таки со временем-то все уляшется в голове и сможете всеми-всеми инструментами пользоваться. Да, я по мере того, как делала этот проект, да, анимировала этот логотип, несколько раз немного передумывала, меняла технологии, еще что-то. То есть это все вполне нормальный рабочий процесс, все окей, не получилось как-то, как думали, можно переделать иначе. То есть все в пределах нормы, скажем так. Ну, а касательно вашего домашнего здания, анимация логотипа, те же параметры 1920 на 1080, 25 или 30 пикселей, обязательно, не пикселей, а FPS, прошу прощения, обязательно квадратные пиксели, естественно. Анимация, я думаю, не более 10 секунд, у меня вообще 5 секунд получилось, 10 секунд это прям как головой. Ключевое у вас это появление, собирание логотипа. Как у меня было здесь сегодня, у меня появились какие-то элементы, затем они как-то трансформировались в буквы. Вы можете свой любой пример придумать, как вы будете появлять логотип, просто удобнее его именно собрать, скажем так, чем просто он стоит в кадре и как-то там анимируется. Нет, это, скажем так, не по ТЗ, поэтому вам именно появление, сборка логотипа. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было эффективно и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok